Добрый день всем. Спасибо за приглашение. С удовольствием сегодня расскажу о том, что мы делаем. Времени, к сожалению, не так много, но постараюсь, как минимум идею, донести о том, что есть Nutanix и почему мы сейчас очень бурно растем на всех ключевых рынках. Для начала представлюсь. Меня зовут Максим Шапошников, директор по продвинутым технологиям компании Nutanix, то есть директор Advanced Technology. Компания Nutanix – это компания американская, базируемся в Кремниевой долине. Компания недавно исполнила меня с 10 лет, я работаю в компании уже в районе 8 лет, то есть практически с первых шагов. Соответственно, когда я подключался было в районе 100 человек, сейчас у нас больше 7000 сотрудников работает, и мы стали крайне заметны на мировых рынках ввиду того, что мы технологически создали операционную систему облачную, про которую сегодня расскажу, которая, собственно, построена по принципу и подобию огромных онлайн компаний, огромных онлайн бизнесов, и внутри технологически и идеологически, и архитектурно сделана на тех же конкретных технологиях, которые используют гигантские компании и создавались внутри гигантских компаний. Такие компании, как Google, Facebook, Amazon и прочие. То есть это буквально так. То есть мы пришли к тому, что на сегодня конкурирующих стекотехнологий на рынке два. Конечно же, все знают компанию VMware и компания Nutanix. Соответственно, это две компании, которые сейчас, как говорится, ноздря в ноздрю, конкурируют технологически. Соответственно, многие спрашивают, почему мы считаем, что наша технология лучше, и зачем это вообще нужно рынку. Соответственно, я хочу немножечко ретроспективно рассказать о том, как развивался рынок онлайн-технологий и интерплейс-технологий в мире. Соответственно, презентации сегодня никаких сложных, больших не планирую делать. Я просто расшарю свой экран и немножко сделаю из браузера информацию, покажу. Так, секунду. Отлично. Видно мой экран? Ну, надеюсь, что видно. Ключевой момент, который многих можно заинтересовать, то, что еще в 2014 году, то есть 6 лет назад, более 6 лет назад, продвинутые аналитики, продвинутые мировые компании аналитические, такие как Gartner, я специально открыл в браузере, вы можете сами открыть эти же ссылки, говорили о том, что во всем мире интерпрайзы, то есть ключевые компании мировые, начнут переходить на веб-скейл-технологии, веб-скейл-IT. Прошу заметить, не на гиперконвергенцию, не на конвергенцию, не на какие-то другие терминологии. Они говорили про веб-скейл-IT. Веб-скейл-IT – это то, что было построено и используется гигантами, такими как Amazon, Google, Facebook, которые де-факто кардинально переосмыслили подход к построению IT-инфраструктур в мире и своих инфраструктур глобальных. То есть мы говорим о проектах планетарного масштаба, но тот же Google – это миллионы серверов и миллиарды пользователей, как или Facebook, или Amazon, или другие гиперкрупные онлайн-компании. Но аналитики уже в то время понимали, что, в принципе, на рынке интерпрайза будет ровно то же самое происходить, что происходило на рынке онлайн-бизнеса. Просто онлайны раньше столкнулись с тем, что резко повышаются требования к надежности работы IT-инфраструктур. То есть, наверное, вы никогда не видели, когда Google пишет «Мы закрылись на техобслуживание, зайдите позже», потому что каждые пять минут техобслуживания – это отложенные потери миллионов, или в масштабах Google – это сотен миллионов долларов прибыли, к примеру. Соответственно, инфраструктура проектируется так, что они работают всегда. Нет понятия, что на обслуживании можно выключить ваши сервисы. То есть SLA мы говорим не про даже шесть или семь девяток, а про десятки девяток. Соответственно, это использование достаточно недорогого оборудования, никакого специального аппаратного обеспечения, это просто традиционные коммодити, так называемые по-английски, сервера. То есть это обычное оборудование SLA или Power, может быть, но Tanex, например, работает на IBM Power процессорах тоже, соответственно. И все делается программно. То есть все делается 100% программно, никакого проприетарного аппаратного обеспечения. Так вот, чтобы долго не рассуждать, Гартнер был не только прав в своих прогнозах, но де-факто, когда мы смотрели в 2019 году, к примеру, то если взять топ-100 мировых компаний, самых крупных лидирующих, то, например, Tanex, который является единственным веб-scale IT-вендором рынка интерпрайза, больше 60 компаний из 100 используют уже Notanix. Это как пример. То есть Гартнер угадали, и веб-scale, де-факто, тот подход, который побеждает сейчас глобально во всем мире. И возвращаясь, интересный момент, если помните, опять же, это многие помнят, многие нет, но была компания Yahoo, к примеру. И Yahoo в свое время, например, отказалась за 1 миллион долларов купить Google. То есть, если интересно посмотреть историю, то, тут хорошо человек описал, 98-й год, Yahoo за 1 миллион отказывается купить Google. В 2002 году они поняли, что сделали ошибку и пытались купить за 3 миллиарда долларов. Google хотел 5, они не договорились. Затем Yahoo отвергла предложение продаваться Microsoft за 40 миллиардов долларов. В 2016 год Yahoo больше не существует. Купил Verizon, бизнес, в общем-то, упал в десятки раз. И возникает интересный вопрос, почему это произошло. То есть, опять же, можете просто в Google набрать «Why you were to Google». Множество статей есть во всем мире, много аналитиков писали об этом. Ну, например, Forbes писал или TechCrunch. И интересный момент, чем интересна статья TechCrunch. Она хорошо описывает, почему Yahoo на самом деле проиграл гонку. Yahoo проиграл гонку вооружений, гонку технологий. Вооружений в том смысле, что они создавали хорошие бизнес-сервисы, но они не обеспечивали эти бизнес-сервисы правильной технологической инфраструктурой. То есть, в то время, например, когда Yahoo продолжал использовать традиционные технологии, которые используют до сих пор большинство бизнесов, особенно не на Западе. То есть, на Западе сейчас все движется уже, конечно же, в Software Defined. То в многих регионах, включая, например, Украина и вокруг, я очень часто встречаю традиционные подходы. И здесь хорошо написано, что пока Google работал над технологиями, то есть, например, они создали планетарного масштаба Google File System, это ДНК Google, это Data Fabric. Это даже не File System, а Data Fabric. То есть, это то, где хранится даже... Data, это неправильно сейчас назвать, это информация. Потому что самое ценное, что есть у любого сейчас бизнеса, и самое важное, это информация. Информация обо всем, о клиентах, о деньгах, о бизнес-сделках. То есть, сейчас представить, что вернуться в бумажный документооборот, или, например, с кризисом сейчас, с ковидом, представить, что все вернутся, не знаю, сидеть на обычном телефоне, созваниваться и решать вопрос, ну, уже практически невозможно. Мир изменился уже глобально. И побеждает тот, у кого есть технологии, которые позволяют в глобальных масштабах управлять информацией. То есть, я поэтому даже предпочитаю не говорить Data Fabric, потому что Data, например, ну, как Big Data термин, уже не описывает даже того, что происходит в мире. Например, сейчас все говорят уже Data Lakes. Если раньше говорили о Big Data, то теперь говорят озера данных, потому что Big Data термин уже не описывает объемы данных, с которыми надо работать. Мы говорим уже про озера данных. Наверное, скоро будут и уже есть океаны данных, моря данных, и будут еще какие-то терминами применяться. Ну, возвращаясь к истории, то есть, правильно описано в статье, хорошо описано то, что, в принципе, Yahoo пока традиционно, ну, например, они использовали для системы хранения данных традиционные. Google занимался инновациями, создавал программные решения, 100% программные решения, которые позволяют, в принципе, все сервера Google во всем мире работают как единое мега-хранилище растянутое данных. То есть, вместо того, чтобы использовать, например, внешнюю систему хранения данных, они создали программное обеспечение, которое те ресурсы, которые у вас в каждом сервере есть технически, диски, фэш, объединяет в общей мега-хранилище информации. Ровно таким же образом работают все крупные компании, включая публичные, номер три, все три публичных ведущих облака. Это, например, Google облака, это Amazon, конечно же, это, например, Microsoft Azure. То есть, публичные облака, они все точно таким же принципом и работают. Никто из них не использует традиционную технологию, которую большинство привыкло использовать в интерпрайзе. Идеологически все очень далеко ушло от традиционных подходов. И что случилось на рынке? То есть, команда, которая основала Nutanix 10 лет назад, это на самом деле были выходцы из Google, Facebook, Apple и других мега-крупных компаний. Я сам, например, создавал в регионе достаточно известные социальные сети. Это Mamba и Badoo. То есть, по Badoo это было больше 400 миллионов пользователей. Я делал всю инженерию. То есть, команда сложилась с людей, которые занимались всегда онлайнами. И идея была простая. То, что то, что сейчас происходит в онлайн-компаниях, которые начали переходить на другие совершенно принципы построения IT-инфраструктур, интерпрайзе столкнутся ровно с тем же, но чуть попозже. То есть, это то, что, собственно говоря, в 2014-м и увидели те же ребята из Гартнера. И, соответственно, если на сегодняшний день посмотреть, например, стеки технологий, конкурирующие, вот два безусловных лидера мировых, и все остальные начали резко отставать. То есть, это Magic Codering по гиперконвергенции. То есть, Nutanix является веб-скейл гиперконвергентным решением. VMware является гиперконвергентным решением, но не веб-скейл. Соответственно, говоря о каких-то технических примерах, ну, в аудитории кто-то, наверное, из технарей есть, то простой пример я тоже люблю показывать, то, что, например, мы смотрим, то, что ДНК Nutanix сейчас является использованием внутри, это новая скилл база данных. Даже VMware, например, и другие решения конкурента, они практически все подавляющее большинство сидят на SQL-базах, то есть на централизованных базах. К примеру, мы используем тоже Кассандру внутри себя на новую скилл базу, которая позволяет, ну, например, Apple в 2015 году в одном кластере у них было 100 тысяч узлов новую скилл базу. То есть сейчас, я думаю, сильно больше, плюс Apple выпустил свою новую скилл базу. И если посмотреть список компаний, какие сидят на таких технологиях, то это будет мега крупный онлайн. Обычно Uber, например, Netflix, CERN, собственно, там огромные объемы данных, то есть те, кому нужно обрабатывать огромные объемы данных. И здесь вы увидите Nutanix. Enterprise-вендоров здесь практически нет, кроме WebEx, который слишком купил продукт сторонней разработки. То есть это просто как небольшой пример того, что технологический подход и технологии, которые мы используем внутри своей операционной системы, это рассчитано на миллиарды пользователей, если надо. Но при этом может работать в очень небольших инсталляциях. И чуть более уже подробнее про стек технологий. Я сейчас открою пару слайдов, не бойтесь, их не будет много, всего три слайда. Значит, первое, то, о чем я рассказал, то, что Nutanix, стек, программный стек, это операционная система, enterprise уровня, которую мы называем гибридно-обочная операционная система, потому что она может работать как на публичных облаках, так и у вас в соде, в том числе отключенных содах от интернета. То есть это так называемый dark side, темные сайты, это в том смысле, что не имеет никакого внешнего коммуникации, но при этом идеологически, технологически, архитектурно, это, можно сказать, Google в коробке или Amazon в коробке, или Facebook в коробке с точки зрения инфраструктуры. То есть операционная система внутри полностью сделана на тех же самых принципах. Это чисто программная имплементация, это scale-out. Scale-out, когда вы, например, вам надо расширить вашу исходы, то вы ее не можете бесконечно расширять, потому что вы упрёдесь в производительность контроллеров. То есть, но Танис архитектура сделана так, что вы просто добавляете необходимое количество ресурсов, нужных вам, и автоматически это будет линейный рост производительности, и, соответственно, ресурсы вам доступны. То есть процессорные ресурсы, и вычислительные, то есть вычислительные процессорные ресурсы, память и емкость хранения данных. Это самое излечение. То есть внутри операционной системы встроен искусственный интеллект, это без шуток. То есть у нас есть спецподразделение, которое занимается AIML, то есть операционная система умеет предикативную аналитику делать, умеет предсказывать какие-то проблемы, умеет, если можно от них автоматически излечиться, то оно автоматически излечивается. Ну и, конечно, автоматизация аналитика. То есть еще раз, все сделано буквально на тех же технологиях. Ну, например, мы сейчас используем, Facebook сейчас выпустил новую базу данных, опять же, на Oscale свою, ROXDB. Вот ROXDB мы уже внутри себя используем. Она, опять же, рассчитана на триллионы сообщений в день. Например, там миллиарды пользователей сидят, и эта база внутри Facebook обрабатывает триллионы сообщений ежедневно. И, собственно говоря, то, о чем я говорил, то есть есть идеологически правильно выстроенная WebScale операционная система, ядро, на которую сверху мы, на эту дату фабрику или фабрику информации, мы сверху нанизываем множество функционалов. То есть у нас есть, например, свой стек виртуализации, базирующийся на KVM, но уже отошедший, улучшенный очень сильно. То есть он сертифицирован официально практически всеми мировыми компаниями, включая Microsoft, например, все продукты Microsoft, серверные дископные современности, сертифицированы для работы на нашем бесплатном стеке виртуализации. При этом бесплатная стеке виртуализации по функционалу плюс-минус схож с high-end версиями, тоже VMware, к примеру, ну или Hyper-V. И, соответственно, рассчитывается практически на любой масштаб, то есть могут быть небольшие проекты, могут быть огромные проекты гигантские, на сотни тысяч узлов, например, внутри себя мы используем для компании, для своих внутренних нужд R&D 12 тысяч узлов. Инсталляция, то есть это гигантская инсталляция, но Tanix один из самых крупных клиентов, сам у себя в том числе, то есть полная доверия своим технологиям. И, соответственно, мы работаем сейчас практически с любыми известными вендорами оборудования, то есть Tanix операционная система поддерживает множество аппаратных платформ. Мы работаем сейчас с единственной, опять же, операционной системой облачной, которая поддерживает все ключевые стеки виртуализации, существующие на текущий день, это VMW, это Microsoft Hyper-V, это KVM, то есть наш HV совместим, обратно совместим с KVM. Практически любые приложения, то есть вводя того, что, например, сертифицировано для запуска в продакшене SAP HANA Memory Database или практически любые другие программные, тяжелые программные средства. То есть, например, у нас есть инсталляции, ну, тот же Центробанк Азербайджана, к примеру, публичная история, они практически полностью перешли на наши технологии. То есть, включая, они ушли с IBM Power, T-Minus, это Core Banking, это ABS, то есть это сердце Центробанка, то есть, соответственно, они перевели на Nutanix, в шесть раз получили повышение производительности. Это публичные облака, мы совместимы работаем с ними, Azure, Google, Amazon, и, соответственно, это все управляется единым интерфейсом. Из единой консоли вы можете управлять всем и вся по всему миру. То есть, у вас там один кластер, облако свое частное, или у вас их там сто или тысяча, это все все равно централизованно управляется, причем неважно, какая аппаратная платформа, неважно, это публичное облако или это частный сот, или у вас это гибридная история. Соответственно, технически, как бы, здесь все более-менее должно быть понятно, то есть, операционная система Nutanix работает на любых современных распространенных процессорных архитектурах, то есть, это x86 Intel, это x86 AMD, то есть, современные AMD мы тоже поддерживаем, и это IBM Power, соответственно, PowerPC может быть, и это, в принципе, от одного узла до, в принципе, лимита верхнего не существует. То есть, размер инсталляции вашего окружения может быть практически любым. Соответственно, просто под конкретные задачи с партнерами нашими, вот, например, Совпром прекрасно в этом может помочь, вы можете подобрать конфигурацию, какие задачи вам нужно решать. Если спрашивают, какие задачи мы не умеем решать, то ответить очень сложно, потому что операционная система на сегодня уже настолько мы ее развили и настолько обширный функционал, что, в принципе, практически любые задачи сейчас возможно решать на базе Nutanix. Но если у вас приложение требует отсутствия виртуализации, то Nutanix не работает на bare metal, то есть, мы работаем только на каком-то из таких виртуализации, гипервизорах. То есть, сейчас три поддерживаемые стэка. Это, как я уже говорил, это Nutanix и Microsoft. Собственно, очень коротко постарался уложиться в отведенное мне время. Теперь хотелось бы, если какие-то вопросы есть, то с удовольствием бы послушал и ответил. Коллеги, если есть вопросы к Максиму, пожалуйста, пишите в чат или в блок «Вопросы-ответы». Вопросов не вижу, Максим. Большое вам спасибо за уделенное время. Спасибо вам за приглашение. Все очень доступно. Благодарю вас. Старались. Окей, спасибо вам. Хорошего дня. И вам также. Спасибо большое.